Хорошо, коллеги, мы сегодня собрались с вами на встречу, которую можно назвать круглым столом и которая одновременно является нашей конференцией по теме гранта поддержанного РНФ с названием о политической субъектности науки. Эта конференция в широком смысле, то есть частью которой мы сегодня являемся, она является традиционной, она является всероссийской, а наш круглый стол является конференцией в конференции, то есть мы разматриваем себя как часть этой конференции, вместе с тем как часть достаточно автономной. Поэтому мы собрались своим коллективом для того, чтобы обсудить главные проблемы, стоящие перед нами как исполнителями гранта, как командой, которая сделала заявку на решение проблем, обозначенных в этой заявке. С чем я вас и поздравляю. Давайте условимся о регламенте. Давайте следовать такому регламенту. Ну вот каждому выступающему, заявленному, и тезисы которого уже известны, мы отведем, ну скажем, минут 15, да? Немало будет? Ну посмотрим, посмотрим. Ну скажем, не меньше 15 минут, может быть чуточку побольше. И все оставшееся время посвятим дискуссии. Вопросы в обычном порядке. На вопросы отвечаем по желанию выступающего, либо сразу, либо в конце выступления. Короче говоря, наше сегодняшнее мероприятие ничем особенным не отличается от обычных научных встреч. Давайте так. Я, поскольку являюсь руководителем гранта, и поскольку являюсь модератором вот этой нашей сегодняшней встречи, я предоставлю сначала слово самому себе, поскольку так было заявлено и в программе. И тема, с которой я хотел бы обратиться к вашему вниманию, называется «Об условиях политической субъектности науки». Ну, прежде всего, несколько слов буквально о том, почему это, как я считаю, проблема для философии науки. Потому что проблемой политической субъектности, вообще говоря, философия науки не очень охотно занимается. По традиции, которая идет от прошлого, философия науки чаще занимается вопросами происхождения и апробации научного знания, проблемами метода, проблемами, связанными с установлением рациональности, условиями функционирования организации научных сообществ и так далее. Политическая субъектность как-то в традиционных исследованиях философии науки как-то не наблюдалась. Тем не менее, я считаю, что это действительно тема философии науки, понятой в широком смысле. В широком смысле, а не в том узком смысле, который, если он принимается в внимание и соблюден, то философия науки превращается просто в некоторый раздел науковедения, который теряет свое собственное философское содержание. Но для того, чтобы это стало ясно и очевидно, необходимо пересмотреть, переосмыслить не только предметное поле философии науки, но и внутреннее содержание этого термина, пересмотреть, по сути дела, весь ее понятийный аппарат. Когда речь идет о том, как наука взаимодействует в обществе с другими дисциплинами научными, когда идет речь о взаимодействии с философией, в частности с эпистемологией, то можно рассматривать это взаимодействие не как просто случайные встречи или точки пересечения проблематики, а как установление каналов связи, открытых для связи в обе стороны. То есть, по сути дела, идет речь о том, что наконец пришла пора, я думаю, уже немножко с некоторым запозданием пришла, когда нужно философизировать науку и синтезировать философию науки. То есть они должны вновь обрести некоторое единство. А теперь к политической субъектности науки. Ну, как раз это проблема, которая предполагает расширение предметного поля философии науки и обращает фокус внимания на те моменты, в которых философия науки пересекается с другими областями знания, в частности с социальной философией, в частности с политологией, ну и с философией, социальной философией вообще. Почему это? Это достаточно ясно. Потому что сама жизнь вынуждает нас к этому. Речь о политизации науки становится актуальной. Я не буду останавливаться на банальностях. Наука участвует в политических движениях, в политическом дискурсе. Она, безусловно, там присутствует, но сам факт ее присутствия там, он еще не говорит о ее политической субъектности. Ну, также, например, как собравшаяся толпа на улице, которая участвует в какой-то политической демонстрации, безусловно, участвует в политике, но никаким субъектом политики не является. Ну, и кроме того, еще, конечно, нужно считаться с тем, что есть устойчивый миф о науке. Наука – это, дескать, некоторая сфера чистой рациональности, свободная от всяких вненаучных факторов. И только в таком виде она и предстоит перед философией науки как предмет этой дисциплины. Конечно, это миф, и даже не стоит терять время на его дискредитацию. Возникает вопрос, действительно ли, способна ли наука обладать политической субъектностью? То есть выполнять роль политического действователя, участвовать в политике не в качестве массовки, скажем там, или какого-то ангажемента от какого-то действия, а непосредственно, непосредственно имея отношение к политическим целям. Здесь, конечно, очень важно понять, какие смыслы мы вкладываем в слово политическое. Ну, есть огромный диапазон, известное определение Аристотеля, что такое политическое и есть, скажем, ныне модный подход Карла Шмидта. Они очень различны, иногда, я думаю, что даже противоположны по своему смыслу. Но, тем не менее, этот диапазон существует, и с ним надо считаться. В каком из этих смыслов, в Шмидтовском или в Аристотельском, или в каком бы ни было другом смысле, наука может быть названа политической, это вопрос, который предстоит нам обсудить. Конечно, не сама по себе философия науки может ответить на этот вопрос. Она должна обязательно вступить в альянс и с социологией, и с политологией, и с другими областями общественно-социального исследования. А вот будет ли положительный результат от действия этого альянса? Вот это надо, это большая проблема философская. Надо выяснить, способны ли вот эти дисциплины, соединив свои усилия, ответить на этот вопрос. Или это опять-таки нас приведет в область миру. Ну, большинство исследований под политической субъектностью понимают вовлечение, в участие в борьбе за власть. Между различными политическими силами, государством, общественными организациями, политическими партиями и так далее, и так далее. И вот здесь как раз мы сталкиваемся с этим очевидным парадоксом. С одной стороны, наука вроде бы совершенно явно участвует в подобных движениях, и этого никак нельзя отрицать. А с другой стороны, такое участие является для нее чем-то чужеродным, когда то, что она делает, не соответствует ее сущности. Потому что, повторяю, существует этот мир, о котором я говорил выше, и с ним приходится считаться. Почему возникает такое противоречие? Ну, вот простой ответ в том, что здесь вмешиваются понятия. Потому что участие в политике – это не есть политическая субъектность. Участие может быть инструментальное. Ну, я привожу примеры такие, они вообще известны. Там, скажем, вот наука создает, скажем, вакцину против холида, а использование этой вакцины может преследовать политические цели. Но это не значит, что наука участвует в политической игре, в политической жизни с тем, чтобы заполучить полномочия и контроль за производством этой вакцины и за теми экономическими последствиями, которые вызывают ее внедрение. Безусловно, никому из ученых, никому из организаций научных такая бредовая идея не приходит в голову. И мы сейчас даже всерьез не можем рассуждать о том, чтобы на волне борьбы с пандемией какие-то научные организации стали диктовать свои условия политическому сообществу как в рамках одной страны, так и в рамках международного сообщества. Но может ли вообще вопрос о политической субъектности науки приобрести некое специфическое содержание, реальное содержание, когда наука действительно будет рассматриваться как субъект политической игры? Это, наверное, все-таки возможно, потому что иногда участие в политике может перерасти в борьбу за достижение политических целей, причем собственных политических целей научных сообществ. Здесь речь идет, конечно, и о единстве и противоположности в рамках самой науки, самой научной элиты. Ну, вот этот миф о единстве мировой науки, я думаю, что он давно уже изжит, и всерьез его принимать уже никто не может. Я приведу в качестве примера во знаменитую доктрину Мертона о принципах научного эдоса, которые якобы являются залогом успеха и гарантией научных достижений. По-моему, эта вещь уже всерьез никем не принимается и является просто историческим фактом. Никакого общего научного эдоса у науки нет. Хотя, конечно, некоторые принципы иногда выпячиваются, и считается, что если, не дай бог, ученые не соблюдают принципы эти, то они как-то ставят вопрос о своей принадлежности науке. Здесь очень часто желаемое выдается за действительное, и иногда тут сплошной социалистический реализм. Вот как бы реальности приписываются черты, какими она должна по мнению каких-то людей обладать. Хотя она на самом деле на каждом шагу противоречит этим принципам. Это касается и фундаментальной науки, и прикладной науки. Не надо много слов, чтобы напомнить о том, что и та, и другая целиком и полностью находятся на содержании общества, что никакие успешные экономические предприятия из фундаментальной науки никогда не получаются, а из прикладной науки получаются только в том случае, если она становится частью некоторых капиталистических предприятий, информации. Вот тогда только это и может быть возможно, но тогда уже говорить о политической субъектности науки как-то уже не приходится. Бывают, конечно, конфликтные ситуации, когда ученые должны защищать свои собственные интересы. И эти интересы могут противоречить интересам тех, кто их финансирует и поддерживает их существование. Может такое быть. И тогда ученые будут, конечно, искать поддержки усил, выступающих против тех, кто их кормит. Эта ситуация довольно сложная, это этически противоречивая, но тем не менее она возможна. И мы знаем много случаев из истории, когда так оно и было, когда ученые порывают со своим патронажем и обращаются к некоторым оппозиционным общественным силам. Всегда это происходит или нет? Да нет, конечно, не всегда. И это положение может быть переменчивым. Что такое вообще статус политического субъекта? Ну вот здесь я воспользуюсь определением, которое дал Илья Теодорович Касавин. Он сказал так, что этот статус политического субъекта представляет из себя комбинацию трех элементов. Первый – это особо независимый интерес политического субъекта. Второй – общественное доверие к нему и власть по отношению к какому-то сегменту реальности. Я не думаю, что этими тремя элементами исчерпывается статус политического субъекта. Тут надо учесть, что можно обладать всеми этими тремя компонентами и тем не менее быть вышвырнутыми из политической реальности в качестве субъекта, не быть признанным таковым. Потому что политика – это все-таки игра сил. И в ней достигает свои цели та сила, которая пересиливает другие силы. Поэтому здесь, конечно, можно припомнить и Карла Шмидта. Для него ведь политика – это когда субъект политики, его само существование, этого субъекта, по сути зависит от того, как успешно он противостоит ценностям, смыслам и целям своих оппонентов, которыми могут выступать и враги. Собственно говоря, у Шмидта между оппонентами и врагами никакой разницы нет. Все, что выступает против тебя, все враждебно тебе. Я поэтому терпеть не могу концепцию Карла Шмидта. Мне кажется, что она действительно, ее значение слишком преувеличено. Но тем не менее, в этом есть какое-то зерно обращения к реальности. Действительно так в 20 веке, например, так чаще всего и было. Политика начиналась тогда, когда начиналась борьба. Вот если эта борьба всерьез, то и политика всерьез. И тогда может, например, быть и политическая игра как науки с другими политическими силами, так и политическая игра внутри самой науки. Я бы назвал это гражданской войной самой науки, когда отдельные научные подразделения начинают своими интересами наступать на горло интересам других подразделений. Примеров здесь сколько угодно. Очень много примеров, я не буду тратить время. Вы хорошо это знаете. Из истории советской науки все это можно очень хорошо проследить. Когда это борьба не о жизни, а о смерти. Внутри самой науки. Желателен такой статус в науке или нет? Но этот вопрос у меня нет ответа. Это может быть и да, и нет. В зависимости от конкретной политико-культурной ситуации. Иногда он просто необходим для того, чтобы защититься от возможной гибели. А иногда он страшно вреден, потому что статус гражданской войны и серьезной политической субъектности науки внутри самой себя может привести к ее деградации и гибели. А если говорить о политическом статусе науки по отношению к другим общественным силам политическим, то здесь вопрос уже приобретает исключительную конкретность. Это возможно только тогда, когда политическая игра сил в обществе вообще возможна и допустима. Когда общество развивается по такой траектории, когда миновать такое состояние оно не может, и когда политическая жизнь является, ну так сказать, атрибутом этого общества. Если общество уходит в сторону от этой траектории, если в ней политическая жизнь как такова исключается и заменяется в лучшем случае политиканством или такими технологиями политическими, то тогда говорить о политической субъектности науки вообще просто становится бессмысленным. Поэтому вопрос о политической субъектности науки в конечном счете это вопрос о политической культуре общества, о стадии ее развития во пути к внедрению политического во все сферы общественной жизни. Вот на этом я бы остановился сейчас, и можно пойти дальше. Но мы договорились, что вопросы можно задавать сейчас, а можно задавать потом всем, каждому. Как мы поступим? Давайте, может быть, послушаем всех, а потом обменяемся вопросами. Или лучше каждому отдельности? И будет мнение. Наверное, лучше каждому отдельности, пока мы не забыли. Давайте, не будем возражать. Давайте. Ну, в конце концов, это равноценные варианты. Давайте именно тот, который приходит на ум. Хорошо, тогда я рад и готов выслушать вопрос. Владимир Владимирович, позвольте, я начну с вопроса. Нет, конечно. Вы говорили о процессе политизации науки. Вот не кажется ли вам, что феномен идеологизированной науки, который наблюдался в 20-е, 30-е, 40-е годы, это как раз-таки классический пример вот такого рода политизации науки. А в настоящее время, ну, мы можем говорить, наверное, о политической субъектности науки и вообще о политизации науки, ну, по крайней мере, документарных, социальных наук, весьма-весьма в метафорическом смысле. Я бы как ответил. Знаете, вот идеологизация – это еще не свидетельство политизации. Вот можно быть идеологизированным, но вовсе не стремиться к политической деятельности. Идеологизация – это некоторый фон, почва, на которой может вырасти политическая субъектность, а может и не вырасти. Это зависит от целого ряда факторов. Ну, скажем, идеологизация населения, я не беру науку, а беру идеологизацию в широком смысле, идеологизация населения вовсе не означает вовлечение населения в политическую жизнь. А иногда даже наоборот, и даже чаще наоборот, чем идеологизирование людей, тем они меньше принимают участие в политике, а скорее являются ее либо инструментами, либо пассивными созерцами. Собственно, идеология может быть такой, специально направленной на ней. Теперь, что касается советской науки и ее соотношения с нынешним положением вещей, я бы тоже не спешил с выводами. Вот смотрите, иногда следование некоторой идеологии в науке оказывается таким мощным стимулом самого научного развития. Ну, здесь, конечно, большой вопрос, что называть идеологией. Например, вот Елена Аркадьевна Мамчев в свое время разделяла внутреннюю идеологию и внешнюю идеологию по отношению к науке. Внешняя идеология, по ее мнению, всегда была отрицательным фактором, а внутренняя идеология, это, например, скажем, ну вот идеология механицизма, скажем, или идеология, связанная с необходимостью в любом случае сохранять в науке принципы, такие, например, как принцип сохранения энергии. Иногда такая идеология, она не носила характер научных утверждений, она была такой, скорее, настройкой науки на некоторую программу исследований. Вот она играла очень большую, серьезную роль, иногда даже евристическую роль. Поэтому сама по себе идеологизация науки, даже если понимать идеологизацию в широком смысле, во внешнем смысле, как говорят Мамчевы, она иногда способствует развитию науки. Вот, например, скажем, Людвиг Флек в своей книге «Возникновение развития научного факта», он там бросает такое утверждение, что в периоды, когда резко меняется политический строй общества, когда происходят серьезные такие эпохальные сотрясения всего уклада жизни, в это время в науке легче пробивают себе дорогу такие новые идеи, существенно кардинально меняющие само научное мировоззрение. Ну, к этому телесу можно относиться по-разному, но есть и такой смысл, что да, когда общее участие в идеологической и политической жизни захватывает научное сообщество, то в нем происходят некоторые качественные сдвиги. И новизна действительно находит себе легший путь к успеху, чем в иные периоды жизни. Короче, я так скажу, все это вопросы очень конкретные, исторически конкретные. Иногда да, иногда идеология – это страшный вред, а политическое участие науки – это гибель научного мира. А иногда, наоборот, иногда это большой и важный стимул. И как это происходит на самом деле, так или иначе, для этого нужно отвечать не рецептурно, так сказать, не догматически, а изучая конкретную ситуацию. Для каждой конкретной ситуации будет свой ответ. Вот, между прочим, это и есть одна из задач философии науки – выяснить, в каком отношении находятся между собой различные кейс-стадисы. Что они нам рисуют, какую картину они нам дают. Можно ли на основании этих кейс-стадисов сделать какие-то обобщающие выводы. Или нужно научиться обращаться с инструментами, так как это делают всякие мастера. Они используют инструменты, когда они пригодны, когда они не нужны, их откладывают в сторону. Ну, в качестве модератора я должен теперь снова спросить, есть ли еще вопросы. Позвольте, я употреблю вниманием, я вижу, что других вопросов нет. Владимир Владимирович, вы закончили очень важной, на мой взгляд, ремаркой о том, что в значительной степени функция политической субъектности науки зависит от политической культуры общества. А какова единица измерения политической культуры общества? Какое бы вы предложили? Не знаю. На этот вопрос не могу дать ответа. Наверное, такой единицы нет, потому что это предполагало бы очень высокий уровень теоретического осмысления всей проблемы. Его пока нет. Если нам с вами удастся найти такую единицу или отвергнуть самосуществование такой единицы, это будет одним из результатов нашей исследовательской работы. Я бы сказал так, что во многом это решается на уровне политических культурных интуиций. Вот мы всегда определим культурно-пассивную ситуацию от культурно-активной, политически-пассивной и политически-активной. При этом мы не прибегаем никаким измерениям. Это просто совершенно ясно и очевидно. А когда это не ясно и не очевидно, тогда нужно над этим задумываться конкретным исследователям. Ну, например, скажем, вот если отвлечься от науки, участие населения в выборах может считаться индексом политической активности, а может наоборот выглядеть как признак абсолютной пассивности, потому что сами выборы, политический смысл этих выборов выхолощен, и никаких выборов на самом деле не происходит, а происходит просто ритуальное действие. Вот если подходить к этому делу с точки зрения некоторой единицы, то, скажем, высокий процент проголосовавших за ту или иную политическую силу может рассматриваться как признак политической активности и раз, и политической поддержки той или иной силы два. А может рассматриваться совершенно противоположным образом. Совершенно противоположным. Ну, вспомните, допустим, на референдуме по вопросу о сохранении СССР высказалось там около 80% за, а когда стал вопрос о распаде СССР, то в защиту этого референдума не выступил ровно никто. Просто никто. Таким образом, сам референдум был просто демонстрацией некоторой рутинной процедуры. Поэтому вот такую теорию, которая бы в единицах каким-то, измеряемых единицах, выразила бы политическую субъектность, по-моему, такого просто нет. По крайней мере, сейчас. Тем не менее, вот я вспоминаю некий косвенный, во всяком случае, но достаточно определенный признак, который приводит Адам Шеворский в своей книге, который указывает на демократичность режима. Он называет демократическим режим, при котором партии проиграют выборы. Да, можно так подходить к этому, но я бы осторожнее обращался со словом демократия. Честное слово, очень тяжелый опыт прошедших столетий и нашего времени должен нас, наконец, насторожить. Вот, понимаете, демократичность – это иногда путь к такому позорному регрессу общества, что об этом и говорить трудно. Ну, вспомните, демократические выборы в Германии, в результате которых пришли к власти нацисты. Там были соблюдены все демократические процедуры. Поэтому наличие или отсутствие демократии – это тоже очень конкретный вопрос. Какова эта демократия? Что вкладывается в это слово? Реальна эта демократия? И реален ли субъект демократического действия? Или это вымыслы, это иллюзии, такие, знаете ли, декорации, которые часто заменяют реальность? Это относится и к науке тоже. И к вопросу о политической культуре. Иногда политические культуры таковы, что они предполагают и отказ от демократии, если эта демократия выродилась в некоторую формальную процедуру. А иногда демократия становится единственным выходом из создавшихся тупиков исторических и тогда возражать против демократического развития. Это значит выступать в защиту регресса и реакции. Это конкретные вопросы. Я не думаю, что есть какие-то универсальные и претендующие на всеохватность ответы на этот вопрос. Понятия демократии, как и понятия в науке и в философии науки, понятия рациональности, истины, объективности и так далее, это все понятия, которые требуют очень критического к себе отношения и реформирования самого подхода к этим понятиям. Ну, я совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Однако, все-таки, когда мы говорим о выборах, то если они связаны с определенными процедурами, но не определенным результатом, то мы можем говорить о том, что эти выборы отчасти отвечают замыслам демократии. Я понимаю, этот подход часто прокламируется. Действительно, он выглядит именно таким, как вы говорите. Но я думаю, что и здесь много подводных камней. Вот неопределенность выбора, когда сам выбор, по сути, бессмысленный, она еще ничего не говорит в пользу ни демократии, ни в пользу прогрессивного развития. Абсолютно ничего не говорит. Смотрите, представьте себе, что на должность директора научно-исследовательского центра по вопросам теоретической физики будет претендовать, с одной стороны, политический демагог, с другой стороны, человек, который известен своими карьерными и недобросовестными действиями, давшими ему известную популярность, и с третьей стороны, человек, который мало понимает в вопросах стратегии, в вопросах планирования науки и так далее. Между ними может быть очень ожесточенная борьба и исход неизвестен. Но в любом случае этот исход будет плачевным, печальным. Назвать это каким-то условием демократического развития науки самой по себе – это, скорее всего, вздор. Мы часто говорим о том, что в нашем науке не хватает демократии, но очень редко понимаем, что это означает. Ну, вспомните слова Сократа, который говорил, что когда шлюпка с пассажирами из небольшой команды находится в штормящем море, то выбирать рулевого бобами было бы совершенно бессмысленным. И за руль этой, значит, суденышка этого должен сесть специалист или человек, знающий свое дело. И там не до выборов и не до демократии. Всегда ли такая ситуация бывает? Нет, конечно, не всегда. В относительно устойчивом море, в спокойном море, так сказать, когда все равно, кто сидит у роля, ну, в общем, давайте выбирать. А вот когда штормит, когда все могут потонуть внезапно, то тут уже не до выборов. Тут надо соображать головой. Спасибо. Спасибо за вопросы. Если больше некому и не о чем не спросить, давайте перейдем. Лиана, кажется, хотела. Лиана, пожалуйста. Я хотела, но я боюсь затягивать. Владимир Анатольевич, вопрос. Вы и естественные социальные науки выравниваете в их политической, так сказать, в нейтральности или нет? Или социальные науки чем-то отличаются в этом отношении? Бывает и так, и иначе. Бывает, например, что социальные науки гордятся тем, что они начинают приближаться по своему статусу, по своему организации, по степени, по значимости достигнутых результатов к естественным наукам. Они не понимают своего отличия от естественных. Ну, в таком случае здесь никакой разницы. Но вообще, конечно, очевидно совершенно, что те, кто приближен к политической реальности, а именно такими являются ученые, работающие в гуманитарных и общественных сферах науки, ну, конечно, они ближе. Хотя бывают и по-разному, бывают по-другому. Вот смотрите, когда шла во всем мире работа над раскрытием секретов атомного ядра и микромира, ну, кто был дальше от политической реальности физики, которые работали там, например, там, Ферми, Оттохан или там, ну, скажем, Нильсбор и так далее, ну, казалось бы, ну, они очень далеки были от политики, да? А, между прочим, когда политика вторглась в это и когда изобретение атомного оружия стало прямым следствием теоретических исследований в атомной ядерной физике, вот, тогда участие в политике стало абсолютно неизбежным и необходимым, и в гораздо большей степени физики участвовали в политических демонстрациях, в процессах и так далее, чем гуманитарии. Ну, Погорская конференция, вы знаете, да, Погорское обращение, обращение на лауреатов Нобелевских премий с тем, чтобы остановить распространение атомного оружия, затем гонку вооружений и так далее, и так далее, это типичная премьера. А вот насчет того, что давало ли такие результаты движения общественников, я даже не припомню. Вот, скажем, обращение академика Сахарова в политическую деятельность имело какое-то значение. А вот, скажем, когда академик Лихачев занимался своими исследованиями, то его политическая роль была, на мой взгляд, почти близка к нулю. Вот смотрите сами. Я просто читала статью только что о такой популярной, конечно, немножко теме про гендерные исследования, о том, что журналы отказываются публиковать статьи, где гендерная идентификация рассматривается с таких эссенциалистских позиций, что вот мы оспариваем право субъекта самого определять гендер, гендер есть то, что приписано биологическим полом, определяется биологическим полом. И вот у меня в связи вопрос, такое самоограничение вот это сообщество ученое накладывает на себя, боясь политических коннотаций, то есть если мы говорим, что гендер обозначается полом, это значит, мы вправе преследовать всех тех, кто не соответствует нормативности, кто не укладывается в наши рамки. Или же это, то есть здесь страх политизации знания, или это, здесь есть некоторая внутренняя научная собственная логика, мы достигли консенсуса, и теперь мы понимаем, что гендер – это социальная категория, и уравнивание с биологическим, поиск каких-то биологических корней здесь не обоснованно, я вот об этом подумала. То есть самоограничение социальных наук, это вот их политическая субъектность или нет здесь? – Я думаю, что в каждом случае этот вопрос решается конкретно. Вот ученые должны сами осознать, чем они ограничиваются и что их стимулирует. Ну, не секрет, конечно, что очень много спекуляций, очень много игры на моду, игры на публику, достижения дешевого политического или там какого-то иного эффекта – это является целью тех или иных дискуссий. Вот мне кажется, простите меня, уважаемые дамы, но мне кажется, что вот это раздутие гендерной проблематики, ее, как это сказать, даже не подберу слова приличного, ну, короче говоря, вот выпячивание на первый план наших исследований, оно носит больше рекламный и коммерческий, рекламный и такой характер того, что называется сейчас хайпом. Вот ловят хайп люди, больше ничего. Но бывает и по-другому, я думаю, что бывает. Вот, скажем, когда одни ученые доказывают, изо всех сил доказывают, что IQ у представителей темнокожих людей заведомо отличаются от IQ у представителей белокожей расы, я не берусь судить, я не ученый в этой области, но мне кажется, что деятельность этих ученых, она, хотят они того или нет, она приобретает политический смысл. Им надо быть, по крайней мере, осторожнее, я бы сказал, так просто умнее. Потому что не все научные результаты, даже если они действительно научные, не все эти результаты имеют одинаковую ценность. И надо знать, когда эти результаты могут принести пользу науке и обществу, а когда они являются просто отвлечением сознания от актуальных насущных проблем. А это тоже может быть, вполне. Спасибо. Ну, я думаю, что хватит меня уже обсуждать, это у всех, мы уже меня 45 минут обсуждаем. Давайте оставим время для всех остальных докладчиков. Лена, кто у нас по очереди? Я не вижу перед собой программы. Валентин Александрович. Валентин Александрович. Пожалуйста, Валентин Александрович. У нас есть свою тему, и вам время. Светлана Викторовна, вы мне надеете возможность показать? Сейчас, минуточку. Ну, все, запускайте. Можно, да? Видно? Видно экран? Пока нет. А, сейчас, секундочку. Пошло. Пошло, да? Экран, да. Да, спасибо. Мое выступление будет касаться феномена, биофобии в социально-политических и науках. И я хотел бы начать с того, что, ну, по крайней мере, мне совершенно очевидно, что в социальных и политических исследованиях достаточно устойчивой является некая установка, согласно которой, по мысли, вот скажем, Дёргейма, социальные феномены должны пониматься только посредством социальных категорий. Ну, мы все прекрасно знаем, помним известное высказывание Маркса о том, что сущность человека сводится в совокупность всех общественных отношений. Вот такого рода установки, они, мне кажется, как раз-таки порождали своего рода биофобию. Ну, фактически, это означало, назначает запрет на поиск и применение политических представлений, которые связаны с исследованием в контексте вот этих социально-политических наук. Ну, примерно за последние 20-25 лет данная установка стала пересматриваться благодаря ряду интересных эмпирических открытий. Вот поэтому я хотел бы в своем кратком выступлении коснуться тех причин, которые заставляют переоценить укорененные в сознании стойкие теоретипы, ну, и своего рода когнитивные установки. Если сформулировать вот причины, которые лежат в основе биофобии в предельно общем виде, то они, на мой взгляд, обусловлены возникновением и активной экспансией в современной науке междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований, в результате которых оформились такие синтетические как бы направления, как нейросоциология, нейрополитология, нейроэкономика, нейротеология, социальная, культурная наука и так далее. Вот в этих дисциплинах происходит, ну, по крайней мере, наблюдаются элементы синтеза соццентризма, принятого в области наука об обществе, и натурализма, который отличает естественно науки. Синтез, который подводит к осознанию необходимости движения к целостной в духе холизма картины реальности. И в этой картине социум, культура, человек, мозг человека представляют, хотя и представляют более или менее автономные компоненты единой системы, но они пронизаны многочисленными обратными связями. Каждый компонент этой системы оказывает влияние на другие ее элементы и, в свою очередь, испытывает их воздействие, в результате которого Сантрис трансформируется. Принято говорить о том, что здесь мы встречаемся с взаимодействием различных уровней реальности. Установлено влияние генов на культуру и обратно, культуры на гены. Доминирующий в некотором социуме состав генов детерминирует предпочтительное поведение представителей данного социума. Вот, посмотрите, очень интересный результат исследований изображен на этом графике. В свою очередь, особенности культуры способствуют активизации и расширению ареала носителей определенных генов. В зависимости от характера доминирования генов, то есть с фонтогенетической точки зрения, принято различать культуры коллективистские, которые распространены преимущественно в восточных странах, азиатских странах, и культуры индивидуалистские, которые распространены преимущественно в западных странах. Вот особенно здесь выражено, что индивидуалистская культура характерна для англоязычных стран. Ну, иногда эти культуры называют жестко и мягко организованными обществами с аналогичной географической привязкой. В одних культурах предписывается жесткое следование принятым в них законам и нормам, а в других достаточно терпимое отношение к их нарушению. Вот такого рода разделение с точки зрения ген культурного взаимодействия обязано наличию и удельному весу в популяции определенных генов. Наибольшее распространение одни гены наблюдаются уже в Китае, Юго-Восточной Азии, а другие гены в минимальной степени присутствуют в англоязычных странах. Вот все эти гены здесь считаются способствующими своего рода проскультурной адаптацией и толерантным восприятием окружения, которое отличается культурно-многообразием. Когнитивные особенности и стили мышления у представителей коллективистских и индивидуалистских, обществ различные, если у первых преобладает, так сказать, холистическое видение мира, когда в первую очередь внимание обращается на контекст, фон события, а не на его детали, то у вторых как раз-таки напротив. Сначала в поле зрения попадают детали, а затем уже контекст, на котором эти детали расположены. Вот у первых классификация предметов происходит на основании отношений часть целого, а у вторых на основании отношений род и вид. Ну и задается как бы строго аналитический тип мышления. Политические предпочтения и интересы под углом зрения нейронауки также во многом обусловлены особенностью культурных, экономических систем. Так, носители определенного аллеля определенного гена склонны к либеральным воззрениям, к поиску новых решений, которые часто связаны с риском. Они легче воспринимают новации, легче адаптируются к новой обстановке, им свойственно большая степень эмпатии. Консерваторы же острее ощущают опасность, и они, консерваторы, активнее реагируют на преодоление ситуаций неопределенности. То есть они как бы склонны видеть мир более устом, чем либералы в цветовом спектре. Нейрофизиологические данные говорят о том, что у либералов обычно меньше, чем у консерваторов объем миндалины мозга. Но функционирует миндалина более активно. У либералов больший объем серого вещества в передней части поясной извилины коры мозга, а у консерваторов в правой части миндалины. У консервативно настроенных людей, видимо, более выражены регрессивные процессы, которые сопровождают состояние стресса, тревоги, интенсивные эмоции. Все это позволяет быстрее разрешить ситуацию неопределенности и адаптироваться к новым реалям. Ситуации стресса, которые связаны со значительными лишениями, трагическими событиями, со значительной долей вероятности, как и показывают эпигенетические исследования, могут иметь трансгенерационные последствия, то есть переходить не только от родителей к потомству, но и даже от бабушек к этому потомству. Вот некоторые интересные очень наблюдения были связаны с трагическими событиями 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, в результате которых, я имею в виду террористическую атаку на здание близнецы, погибли тысячи людей. Так вот, интересно, что число консервативно настроенных граждан после этих событий возросло в три раза в Соединенных Штатах, хотя до этого момента их симпатии были отданы либеральным идеям. Мне кажется, что это свидетельство трансформации целостной системы, мозг, социум, культура, которая преображает относительно автономные подсистемы. Вот такого рода эмпирические данные, понятно, что их можно представить значительно больше, и составляют, понизить, как бы градус биофобии среди приверженцев традиционных подходов в области социально-политических наук. Я хотел бы еще отметить, что пандемия, которую мы сейчас переживаем и которой конца экрана не видно, укрепляет как раз и тенденции к биофобии в области общественной психологического мира. То есть у нас была своего рода экстравертивная цивилизация, которая всячески поощряла туризм, общение с другими. А сейчас она тихо дрейфует в область интровертивной цивилизации, когда мы общаемся главным образом по зубу. Ну вот, мои такие предварительные соображения. Благодарю за внимание. Спасибо. Можно убрать будет теперь этот экран? Ну ладно, пока с техникой воюют, давайте зададим вопросы, которые возникают у нас в связи с сообщением. Можно вопрос? Валентин Александрович, вот вы говорите о том, что нужно устранить всю эту биофобию из социально-политических наук. Ну, было бы хорошо, если бы это произошло. Но когда вы говорили о вот такой генетической предопределенности, склонности к индивидуализму и коллективизму в разных странах, у меня как раз-таки возникла биофобия, потому что этот тезис, он какой-то такой фаталистический. То есть если у нас больше в нашем стране, в нашем обществе больше носителей этих коллективистских генов, это значит, что наша судьба предопределена. И никакой эволюции политической культуры в обществе не будет, если я правильно понимаю. То есть нет ли здесь какого-то такого вот фатализма в таком взгляде на социальное? Ну, вот этот пример с 11 сентября как раз и говорит о том, что гены и культура, они находятся в подвижном как бы равновесии. И культурные, там или в данном случае политические, или социально-политические события могут тормозить или наоборот активировать какие-то генетические наши единицы. Вот не случайно после событий 11 сентября не на какие-то проценты, а в три раза повыше велось число консервативно настроенных людей в Соединенных Штатах. Мы должны относиться к такого рода данным с определенной щепоткой соли. То есть это все вероятностные представления, которые динамичны. Мы видим, что англо-американская цивилизация наиболее как бы демократична при всей неопределенности этого понятия. И я думаю, что к этому порогу могут двигаться и другие при определенных культурных условиях. Спасибо. Спасибо, Валерий Курасович. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Да, Валерий Курасович, знаете, такой вопрос. Не кажется ли вам, что, собственно говоря, преодоление биофобии или сопротивление биофобии в социальных науках, есть как раз такой небольшой классический пример вот этой вот внутренней политизации наук, когда разные, ну, в сравнении, например, с экономическим империализмом, когда существуют разные науки, которые начинают бороться за одно и то же поле. Или я как-то странно это все понимал? Это, собственно, нормально, когда различные направления борются за одно и то же поле. Кстати, если говорить о причинах биофобии, то здесь есть еще и другие причины, как бы когнитивного характера. Ну, они связаны с тем, что человека принято резко отделять от животных, как я приводил высказывание Маркса, в смысле человека, совокупность общественных отношений. Это резко отделяет от понимания человека, как общественного животного в каком-то смысле. Потом социальное понимается как над- или необиологическое, фактически устраняя биологическое из-за рассмотрения. Ну, и получается своего рода человек-футлярик, социально-футлярик, хотя в его основе все-таки лежат какие-то биологические действия, биологических механизмов. Ну, то, что касается конкуренции дисциплины, наук, ход наук за это поле, то я здесь не вижу ничего неестественного и противоестественного. Спасибо, Виктор Александрович. Еще есть вопросы? Я бы вот на что обратил внимание. Это не совсем вопрос, а, в общем-то, реплика. Валерий Александрович, значит, вот речь идет, насколько я могу понять, о том, что в науке ощущается влияние той внешней для науки ситуации, реальности. И эта реальность может либо усиливать, либо уменьшать значение каких-то научных идей и их направлений. То есть речь идет о зависимости в одну сторону. Здесь наука зависит от того, как она воспринимается в обществе. Но обратное влияние тоже ведь есть. Вот, скажем, то, что происходит в науке, это как-то изменяет и политическую реальность. И это можно привести к этому очень много примеров. Ну, например, скажем, вот открытие, вернее, не открытие, а констатации, вычисления последствий ядерной зимы, которое было в свое время совершено Карлом Саганом с его группой, и затем у нас академиком... Моисеевым. Моисеевым. Никита и Моисеевым. Оно, конечно же, повлияло на политическую реальность. Не только на политическую, а вообще даже на мировоззренческую реальность. Такую вот на реальность, которая захватывает все стороны жизни общества. Это бесспорно. Но вопрос в другом. Означают ли вот эти процессы в ту или иную другую сторону направленные изменение самоустремленности науки? Хочет ли она стать субъектом политического действия, а не только объектом политического воздействия? И возможно ли это? Вот этот вопрос остается пока открытым. Ну, Владимир Владимирович, вопрос очень сложный. Он не позволяет дать мне сегминутный ответ. Для меня он, пожалуй, тоже открыт. Но в данном выступлении я больше коснулся внутренаучных реалий, которые осваивают как бы новые области, а не взаимоотношения науки и общества. То есть возникает как бы новое, как мне показалось, измерение, связанное со социально-политическими дисциплинами. Измерение, которое инспирируется со стороны биологии, нейробиологии. Вот что. Хотя вопросы, которые вы поставили, они чрезвычайно важны, но над ними надо думать. Понятно. То есть, если резюмировать, получается так, что степень политизации науки не однозначно связана со степенью вовлеченности науки в политическую борьбу. Можно быть вовлеченным в политическую действительность, но не быть ее одной из конкурирующих сил. Да, конечно. И весь вопрос в том, где рамки вот этого положения, когда политизация может или должна ли перерасти в политическую активность. Хорошо, спасибо, Валентий Александрович. Кто у нас следующий из выступающих по списку? Леона, ну-ка. По-моему, Евгений Масланов. Хорошо. Пожалуйста, Евгений Масланов. Хорошо, спасибо. Хорошо сообщение. Евгений Масланов. Тема моего сообщения должна была быть, есть ли у науки политический субъектность. Собственно говоря, Владимир Анатольевич Блестяще показал, каким образом у ученых может сложиться или не сложиться политический субъектность у ученых как в соу. Евгений Александрович Блестяще показал, каким образом может произойти вот какая ситуация. У нас появляется, меня ведь слышно, да? Что у нас появляются новые научные дисциплины, которые позволяют нам пересмотреть наше понимание вообще некоторых базовых представлений, которые используются и в политике, ну и в политическом дискульсе, и в социальном дискульсе, и в социальных науках. Потому что понятно, что когда мы говорим, что социальное должно быть описано, объяснено с помощью социальных факторов, один и образ формирования политики, и образ формирования социальности, когда мы говорим, что социальное в том числе где, может быть, описано при помощи обращения к биологическому, мы получаем уже, ну, не совершенно другой, но несколько иной, скажем так, образ описания социальности, может быть, образ описания политического. Так, собственно говоря, можно поставить, мне кажется, что здесь как раз происходит вот этот переход к вопросу, обладает ли наука политическим объектом. И, с одной стороны, мне кажется, не сообщество ученых, а наука. И тут, мне кажется, возникает, хотя мы прекрасно понимаем, что никакой науки в сообществе ученых вряд ли в наших современных условиях может существовать, потому что мы еще не имеем науку, которую делают компьютеры. Хотя это тоже далеко не так. Вот. Возникает вот какая ситуация. Собственно говоря, наука уже у нас обычно, ну, достаточно долго рассматривалась как некоторая деятельность по выяснению того, каким, по выяснению того, каким образом устроен мир, ответ на фундаментальный вопрос примоздания, стремление изучать мир. Ну, и не всегда она стремилась изменить мир, как и флотство, как известно, не всегда стремились это делать. Потому что потом в какой-то момент мы продолжаем на этом свое деятельность. Собственно говоря, тогда вот эти вот появления новых каких-то дисциплин, новых способов видения мира может приводить к тому, что у нас наука оказывается важным феноменом, который позволяет нам по-новому посмотреть на мир. А почему нам это оказывается важно, в том числе, когда мы говорим о политических объектах? Влада Владимировна Шиповалова сегодня на тренарном заседании выступала по поводу политизации науки, и она показывала, в том числе, и то, что возможно вот формирование разных способов или тому подобное. Получается, что и в это при этом научные результаты, как мы понимаем, она тоже показывала, ну, и вообще это достаточно интересно, что очень часто используется в ситуации, когда принимаются политические решения. Казалось бы, что, конечно же, у науки здесь нет политической объектности, потому что это же не ученые принимают решения. Ученые в лучшем случае советуют, как они поступают в ситуации, в позиции эксперта. Но получается, что когда ученые, наука выступают в этой вот ситуации давания советов, она при этом формирует некоторый образ того, какие действия могут быть реализованы. Потому что наука формирует образ мира, в котором действуют эти политики. Лица, принимающие решения. Ну, это не обязательно политики. И тогда получается, что возможно, что это есть некоторое, как раз этот вот фактор формирования образа мира, и есть некоторая такая специфическая политическая роль науки. Потому что от того, каким образом будет сформирован образ мира, будет зависеть решение, которое мы будем принимать. Есть книжка, посвященная реформам в России, экономическим. Ну, там, на самом деле, это просто кейс. Там идет дискуссия о том, имеет ли для экономики значение история. Потому что одни институциональные теории считают, что, например, история не всегда имеет значение. Важны институты. Социологи, экономистам зачастую говорят, что все-таки, на самом деле, история общества имеет некоторое значение. Для того, чтобы мы понимали, у нас получится реализовать какие-то реформы или не получится. Собственно, Хедвунд, это такой, по-моему, он из Швеции. Собственно говоря, тут получается, что этот образ мира показывает, что когда мы формируем определенный образ для экономических реформ, у нас получается, что если мы, например, историю выкидываем, ясно, что проведение просто институциональных реформ должно привести к каким-то конкретным результатам. Но в некоторых обществах это приводит, в некоторых обществах это приводит. И связано это, возможно, с тем, с особенностями культуры. Собственно говоря, тогда получается, что да, у нас имеется вот этот важный способ для наук, становится вот этим важным механизмом формирования образа мира, в котором действуют, представления в каких-то таких могут действовать. Ну, это ясно, что имеет отношение к специальным наукам. Это имеет отношение в том числе к наукам, на самом деле, естественным, потому что результаты естественного научного знания иногда оказываются все-таки восприняты в рамках. Но, с другой стороны, это позволяет сделать вот такой вывод, связанный с тем, что наука может обладать, так как она формирует образ мира и ее рефлексивность, может, говорит, может ей позволить выступить некоторым вот этим, вот, там, медиаторам, которые позволяют выстраивать взаимодействие между различными способами описания мира и попытками найти какие-то компромиссные решения, компромиссные стратегии трансформации, там, социальных процессов, трансформации. Собственно говоря, тогда мне кажется, что как раз политическая наука оказывается связана вот с ее возможностью, может быть, в том числе и выстраивать медиацию, выстраивать поля экспертизы между различными и научными представлениями, и общественными группами, потому что мы понимаем, что, ну, общественные группы зачастую имеют тоже свои взгляды и свою, ну, некоторую политическую субъектность. Я, конечно же, полностью согласен с тем, что, по большому учету, всегда это зависит от некоторой политической культуры и способом к ним внести каждую конкретную государство или какой-то более большой общность. Пока-то так символом. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, коллеги. У меня такой вопрос, скорее реплика, но в нем есть и вопрошающая сторона. Вот все, что было сказано, подводит к некоторому выводу, согласимся ли мы с ним, что понятие политической субъектности тоже может быть пересмотрено. Ведь мы сейчас вкладываем в это понятие тот смысл, который может быть совсем необязателен. Например, мы говорим, что субъект политического действия это тот, кто ставит политические цели, стремится к их достижению. И этой целью чаще всего является власть. То есть политика это вообще игра сил от борющихся за власть. Но так ли это уж атрибутивно для политического субъекта? Мне не кажется так. Я думаю, что здесь есть возможность пересмотра. Вот, скажем, участие в политике может не преследовать совсем цель борьбы за власть. Вернее, цель достижения власти. Политическая субъектность может быть выражена и менее обязывающими целями. Вот когда эксперты делают советы политикам, или когда они осознают свою инструментальную роль в политике, а почему мы отказываем им при этом в политической субъектности? Может быть, как раз вот влияние на политическую действительность это и есть цель, которой отбивается политический субъект. Почему бы нам так не сказать? Есть какие-то серьезные возражения против этого? Ну, вот если не отвечать, то у меня против этого серьезных возражений как раз нет. Мне кажется, ну, когда мы говорим про политическую субъектность, только действователи, которые реализуют, ну, вот, реализуют некоторые политические действия. Действователь реализует действия. Агент, который действует и делает именно политическое, захват власти является его целью, мы находимся, ну, немножко упрощая, говоря вот в этой вот методической стратегии Муки о Велике, где у нас есть вечная борьба за власть, там, может быть, за территорию, что существует вечная эта война. Ну, Шмидт тоже, конечно, есть. Но ведь может получаться так, что политическое это формирование этой политической субъектности, это ведь продвижение своих интересов. И эти интересы могут быть зачастую связаны не столько и не столько с борьбой за власть, а за решение совершенно других вопросов, в том числе за продвижение какого-то своего видения мира. Потому что ясно, что, ну, это, наверное, не совсем на самом деле ясно, но когда у нас есть консенсус по видению мира, нам проще выстраивать различные стратегии действий. И у нас оказывается, что, например, ну, я думаю, что вопросы гендера являются принципиально важными для обществ, в которых существует некоторый консенсус по, ну, таким политическим представлениям. Там все очень сложно, но какая-то общая рамка понимания есть. А вот я думаю, что в Сомали, где консенсусы по поводу политического устройства и общеполитических ценностей, проблема гендеров является не столь важной. У них много других проблем. И получается, ну, тогда группы, значит, когда у нас есть политический контент и все по более масштабным вопросам, у нас группы начинают дать интересы не столько, чтобы захватить власть. Я, наверное, опять все больше запутал. Ну, вот я бы хотел добавить к этому по аналогии. Вот всем известна борьба большевиков и по главе с Лениным против тред-юнионизма. Большевики утверждали, что тред-юнионизм – это есть способ исключить рабочий класс из политической борьбы, свести требования рабочего класса с чисто экономическими. А что такое политическая борьба? Это борьба за власть. Так утверждал Ленин, так утверждали большевики. Значит, если вы преследуете цели, не связанные с борьбой за власть, вы исключаетесь из политики. В наших терминах это значит, вы лишаетесь политической субъектности. Вот мне кажется, что это представление Ленина и большевизма о политической борьбе. Кстати, оно сильно перекликается и с Карлом Шмидтом. Очень сильно перекликается, есть созвучие. Вот. Мне кажется, что это совсем не единственный способ определения политического. И он, может быть, подвергнут критике, учитывая исторический опыт. Далеко не всегда, по-моему, политическая субъектность связана с борьбой за власть. И политические цели могут быть иными. Не обязательно захват власти или разделение власти, а может быть иными, которые носят политические цели. Тогда нужно просто обратиться к понятию политического. Что такое политическое в данном случае? Если мы отказываемся от такого большевистского или шмидтянского понимания, то тогда нет другого способа, как только вернуться к Аристотелю, который утверждал, что политика есть искусство рационального компромисса между противоборствующими силами, которые отстаивают разные не совпадающие, а иногда пересекающиеся интересы. Целью политики вполне может быть и нахождение вот такого компромисса. Другое дело, как сохранить компромисс, как его защитить, как его упрочить. Можно ли это сделать вне борьбы за власть? Это уже совершенно другая проблема. Но вот само политическое действие, предполагающее субъекта, оно может быть, может направляться отнюдь не властными интересами. Хорошо, если нет других вопросов, соображений. У меня есть вопрос, если возможно. Пожалуйста, Валентин. Евгений, вот вы, мне кажется, совершенно правильно говорили о полях экспертов. Очень важная вещь. И здесь, как вы думаете, не стоит ли вернуться к понятию открытого общества? В Соединенных Штатах мы знаем, что действуют think tanks и фабрики мысли. Мы знаем, кто туда входит, какие фабрики, какие партии там и политические силы обслуживают. Это признак открытого общества. Кто обслуживает политические силы у нас, можно только догадывать. не думаете ли вы, что вот как раз-таки параметр открытости общества как раз-таки и может говорить о той единице измерения, которая относится к политической культуре? Да, мне кажется, тут просто странным образом почему-то работает фабрика, который никогда не работает. Вопрос есть, честно, не очень расслышан. Но мне кажется, что действительно, когда мы понимаем, какие эксперты в каких полях работают, как они взаимодействуют, мы знаем о наличии этих экспертных центров, think tanks, другие, ну там, там есть какая-то инфикация, но она здесь нам не важна, вот, является таким важным параметром открытого общества и понимание того, какие вообще интересы продвигаются. безусловно. При этом есть исследование, посвященное как раз вот этим фабрикам мыслей экспертным сообществом, институтизированным экспертным сообществом в России, где показано, что там в 90-х условно там посередину 2000-х развивалось, потом это все как-то стало развиваться только в том случае, если действительно есть какая-то подпитка от политических акторов, вполне конкретно. Если этой подпитки нет, то наши экспертные центры начинают постепенно исчезать. Таким образом, да, мы можем, например, постараться эмпидически выстроить какую-то графу, ну, какой-то график вот этой вот открытости общества по наличию этих центров и этих взаимодействий. Единственный вопрос заключается тут в том, насколько как мне кажется, ну, мы же, то есть количество не всегда будет перерастать в качестве. То есть может оказаться, что центров существует три, а они работают намного лучше и генерят идеи намного больше, чем 150 в другом месте. Здесь вот тогда непонятно, что делать, потому что вопрос оценки качества генерирования этих идей мне кажется, важны. А так формирование экспертных сообществ, да, и это, собственно, мне кажется, одна из важнейших функций, в том числе политических функций науки, вот этой науки как политического политического. Хорошо, спасибо. Коллеги, значит, я просто уточню временные параметры. Нам просто абсолютно необходимо закончить нашу работу минут за 15 до 18 часов, потому что я должен читать лекцию публичную, а всех вас приглашаю в качестве слушателей и участников дискуссии. Поэтому нам осталось чуть-чуть больше часа, да, ну да, чуть-чуть больше часа. А нам нужно еще заслушать трех наших коллег. Поэтому давайте немножко сожмемся, если будет время, тогда оставим время для дискуссии. Кто у нас на очереди, Лена? Света. Светлана Шебаршина, пожалуйста. Коллеги, только единственное, что хотелось сказать, у меня сосед сверху стал сверлить периодически. Если такое будет происходить, я заранее извиняюсь. Ничего не могу поделать. Что происходит, прости, Светлана? Сосед сверху стал сверлить. Ремонт делать. А убить его никак не за на время? Я бы с удовольствием. Не подзапись. Я начну доклад. Я просто включу еще на пару секунд свой файл Word, чтобы еще раз показать тему доклада. Научные утопии и их цели от Бен Салема до Трансгумании. То есть я как раз, может быть, в своем докладе дам некоторые кейс-стадии к вопросу к тому, как может реализоваться политическая субъектность науки. Хотела бы начать с того, что современное общество часто именуется обществом знаний. Здесь имеются разные вещи. Я понимаю всю проблематичность характеристики общества знания и хотела бы сосредоточить аспект на том его понимании, что в обществе знания очень много внимания уделяется тому, что большая часть человечества начинает понимать, что знание это само разумеется ресурс, которым должен быть доступ открытый. И в таких условиях возникает проблема, возникает интересная парадоксальная ситуация. С одной стороны увеличивается роль научной поляризации и есть больше каналов для того, чтобы продвигать социально-политическую значимость науки даже, не говоря уж эпистемической значимости. С другой стороны, в таких условиях, когда есть открытый доступ к большому количеству информации, когда есть открытость мнений, различные аспекты авторитета разных институций, в том числе науки, религии и так далее, начинают отвергаться сомнению. Это, кстати, как раз четко видно на примере пандемии. Это касательно науки, когда в принципе авторитет ученых больше не является определяющим для многих людей. Потеря доверия в таком как бы потере доверия допустим к науке интересным парадоксальным образом возможность соединена также с тем, что сейчас глобально распространяется модель демократического участия в научной коммуникации, когда различные социальные группы имеют право участвовать в оценке научного знания, в производстве научного знания и так далее. А вот в такой ситуации возникает еще такой интересный аспект того, что социально-политический эпистемический статус какой-то институции, в частности науки, очевидно связан с тем, о каком типе общества идет речь. Вот мы сегодня говорили об открытых обществах и закрытых обществах, также говорили о том, каковы, я так понимаю, то есть тема связана с тем, каковы отношения ученых с властью, каковы отношения ученых с другими элитами, в частности финансовыми, то есть спонсируется людая наука, поднимается ли как-то престиж внешними источниками, то есть не только силами ученых. вот здесь у меня давно интересует вопрос они лучше ли допустим вот есть такая форма правления как циентократия, она нередко описывается в научных утопиях и в частности в современном таком жанре как техноутопия, то есть здесь мы видим прям фактически тотальное доминирование ученых как социальной группы, если мы говорим о научной утопии, если мы говорим о вернее если мы говорим о циентократии, извиняюсь, если мы говорим о технократии, здесь наверное шире понимаем, то сюда включаются инженеры и так далее. И иногда начинает казаться, что если общество более закрытое, свободное, менее открытое, то есть он дает больше возможности для повышения значимости политической субъектности ученых как социальной группы. То есть интересный вопрос, есть ли здесь связь. Чем менее общество открыто, тем больше возможности реализации сцентократии. Почему я эту тему затрагиваю? На мой взгляд, сцентократии в принципе очень тесно связаны с проблемой политической субъектности науки. Это не значит, что политическая субъектность науки неизбежно предполагает в итоге сцентократию. Точно так же, как подход формационный предполагал на победу коммунизма. Нет, я так не считаю, просто считаю, что они все-таки достаточно близко связаны. А в этом связи интересно вспомнить, что научная утопия и проблема рассмотрения сцентократием, хотя и не в проблемном ключе, но все-таки началась с нового времени. До этого, хотя и были утопии, но они были больше, как мы помним, меритократические. Касается ли это утопия античности или ренессанса? То есть там скорее речь была о неких посвященных. То есть у Фрэнчиса Беккона впервые мы видим связь, вернее, идею науки как нового глобального социального проекта. То есть здесь она видна в его утопии, как известно, Новая Атлантида, так и в других его произведениях, не художественных уже. Не зря к Беккому обращаются многие, кстати, трансгуманисты. Интересно, что трансгуманисты часто считают Фрэнчиса Бекона в эпоху одним из тех фундаментов, вернее, одним из тех корней, откуда начинается вообще научный проект. Бекон даже считают предшественником трансгуманистического нравозрения, хотя здесь, конечно, можно активно с этим не согласиться. А единственное, что здесь вполне обоснованно, это отсылка, конечно, к Бекону как к источнику генезиса научной утопии. То есть у Бекона с одной стороны много общего предыдущими утопиями, у него, как и в предыдущих утопиях, меритократы наделены широкими полномочиями, которые порой даже превышают полномочия монарха. Но все же в Бен Салеме, то есть в обществе, которое описывает Бекон в Новой Атлантиде в своей научной утопии, прослеживается отделение, то есть там есть много отличий от предыдущих утопий. И там все-таки прослеживается отделение научного знания, научных истин от религиозных истин. Что важно, в Новой Атлантиде экспериментальная составляющая выражена очень четко. Например, если в утопии Мора пропагандируется простая жизнь и совершенно минимальные технологии, то у Фрэнчса Бекона в Новой Атлантиде, как известно, речь идет о таких вещах, которые сейчас нам даже кажутся фантастикой. Допустим, идея искусства превращать одни виды другими. Отсюда, собственно, трансгуманисты и апеллируют Бекона в том числе. А возникает тоже вопрос, а на каких социально-культурно-мировоззренческих основаниях меня хорошо слышно? То есть возникает вопрос, на каких основаниях мировоззренческих держится синтократия у Бекона. А здесь все-таки превалирует, несмотря на то, что у него четкое разделение есть между научными истинами и религиозными истинами, у него здесь одним из фундирующих аспектов является логический мотив. То есть атеизмом у Бекона даже не пахнет и близко, потому что в его эпоху это было еще не актуально. Ученые после работы в лабораториях возносят Богу хвалу и благодарность, а религия не препятствует научно-техническому развитию. То есть религия не вмешивается в экспериментальные составляющие, не вмешивается во власть ученых. Есть даже ряд исследований, которые показывают, что на самом деле многие стремления к Бекону к тому, чтобы выработать новый метод исследования и, собственно, возвысить науку в такую степень, связанную с тем, что связано снифом о легопадении. То есть Бекон, как и ряд других мыслителей в эпохе, пытались исправить, восстановить утраченное совершенное состояние Адама в раю. И наука им стала видеться одним из способов того, как вернуть совершенное состояние, которое было утрачено в ходе легопадения. То есть вернуть этот суверенитет, которым владал Адам. То есть на основании того, что в принципе я согласна с тем, что у Бекона есть такой мотив, и он в принципе выражен не только в Новой Атлантиде. На основании этого, я думаю, что можно предположить, что в Новой Атлантиде власть ученых держится еще на том, понимать, держится еще на той идее, что власть ученых это посредническое, некое посредничество между божественной целью и человечеством. Постепенно эта связь утрачивается, как известно, в 20 веке появляются в принципе чисто такие атеистические научные проекты, которые зачастую вполне себе ярко выражены в техноутопии. Ну и вообще, как известно, в 20 веке происходит на самом деле тенденция вытеснения утопия антиутопиями. Но по мой взгляд примечательно, что все равно остается ряд авторов, которые одновременно являются философами, которые истинно продолжают верить в непришимость научных утопий. К таким авторам относятся современный американский философ, трансгуманист и писатель и политик, кстати, Залтан Иштван. А он в 2016 году баллотировался на пост президента вместе, ну, параллельно с Трампом, да, ну, естественно, набрал не очень много голосов. Он создал первую трансгуманистическую партию, он активно борется за власть. Борется как ученый, кстати, в том числе. Это тоже интересный момент. Он является одним из участников глобального трансгуманистического движения, одним из основателей его. У него есть роман про ритрансгуманистов, который был опубликован в интернете в 2013 году. Вот здесь как раз в прямую политический субъект на сценарий вопрос не поднимается, но поднимается идея того, как ряд ученых борется за власть, за власть с одной стороны, за политическую власть. Она им нужна не сама по себе, она им нужна для воплощения своей трансгуманистической философии. То есть они хотят переменить мир. То есть главный герой этого романа, он частично списан со самого Золтана Иштвана, как он сам признается. То есть он с ним солидарен во многих вещах. Честно говоря, взгляд этого главного героя пугает во многих отношениях. Джеттера Найтс с юности отличался от многих тем, что он, ну, у него ярко выражено нитшанское отношение к людям. То есть он воспринимает большинство людей как толпу и считает, что продвигаться должны те, кто в природе свои созданы сильными, да, способны вести людей. На всех людей он смотрит крайне прагматично, смотрит на то, насколько человек способен помочь, скажем так, эволюции человечества. Если он считает, что человек беспомощен, слишком морален, слишком альтруистичен и так далее, то есть он начинает думать, что такому человеку не место в этом мире. Ну, по крайней мере, в лучшем случае он может быть в качестве ведомого. И вот однажды, чудом не погибнув, он нарвался на бомбы в джунглях, а Джеттера Найтс, главный герой, проникается в поглощающем желание побороть смерть, физически побороть. То есть там развивается тема стремления к личному физическому бессмертию. То есть как Иштван, так и Найтс противостоят религиозному пониманию бессмертия, то есть никакого духовного бессмертия, только физическое возможно. И он там формулирует собственную философию, которую называет теологический эгоцентрический функционализм. То есть смысл его в том, что разумные люди ценят прежде всего жизнь. Желают быть бессмертными и при этом не могут бездействовать. Почему называют его теориологическим? Потому что это врожденные стремления и желанная судьба каждого продвинутого человека развиваться. Эгоцентрический, потому что он сторонник крайнего понимания разумного эгоизма. В том, что не бывает никакого альтруизма, не бывает никакой так называемой любви. все хотят получить свою выгоду, это нормально. Это должно восприниматься позитивно. Также он сторонник глобального эволюционизма, считает, что эволюционирует все, эволюционирует вселенная, и то, что аджита должно, скажем так, умереть. В частности, главный герой считает, что к аджитам формам он относит большую часть культуры, включая религию, а большую часть, вообще всю мораль, всю этику, соответственно, почти всю философию относит к аджитаму. Когда поступает на философский факультет, он откровенно смеется преподавателем. Но, что важно, в этом романе главный герой в итоге достигает своего, он находит единомышленников, в частности, миллиардера. Сначала он организует свой, вернее, он оборудует плавучий остров, где, ну, прототип его будущей империи создается. И там уже начинают управлять чисто ученые. Ученые, инженеры, футурологи, инноваторы и так далее. Ну, все, что сейчас модно, честно говоря, на самом деле. И там, собственно, объявляется прямую, ну, как бы, философия трансгуманизма, как доминирующий. Далее это сообщество постепенно захватывает остальной мир. И в конце, перед, ну, ближе к кончанию романа, Джентри Найтс, собственно, объявляется президентом не очень демократическим образом и обращается по телевизору ко всему человечеству, где говорит, что все это делается на благо землян, на благо планеты, да, что теперь будет единое государство, трансгумания, и там будет философия трансгуманистическая. То есть, религия будет запрещена, но зато трансгумания будет всячески поощрять науку и всеобщее бесплатное образование. То есть, по всему миру будут школы, университеты, все это будет бесплатно для любых, для людей любого возраста. А также он заявляет, что вселенная такова, что в ней нет равенства. То есть, он говорит, открытое общество на равных возможностях невозможно, потому что все мы созданы неравными. Тот, кто более когнитивно продвинут, тот равнее, скажем так, тот имеет больше прав. Но я не буду подробно рассказывать, да, то есть, суть в том, что именно там приходит как раз в власти, там воплощается мечта, возможно, часть ученых. И мне фигура Золотана Иштфана, его главный герой, интересна также тем, что я, в принципе, среди ученых, которые интересуются философией, но вообще чем-то больше, чем просто свои области знаний, часто встречала схожих людей, которые считают, что нужно избавиться от религии, от большей части культуры. В принципе, они не чужды зачастую трансгуманистического мировоззрения. А в какой-то степени я могу, конечно, быть неправым, но мне кажется, современные научные поляризации несколько поощряют такие идеи, по крайней мере, трансгуманистические. Могу здесь ошибаться, но все равно немножко такое есть. И возникает некое... И вот кто... Исследователь, кто анализировал этот роман, в принципе, я здесь с ними согласна, они указывают на то, что вот идеи, изложенные Иштваном в паре трансгуманистов, они во многом... Вернее, они на самом деле являются в какой-то степени определяющим для всего трансгуманизма. Хотя многие трансгуманисты стали бы отрицать свое стремление к власти, к тому, что они не за демократией, но на самом деле то, что описано у Иштвана, это является подскудным, таким косвенным мотивом, который лежит во всем трансгуманизме. То есть у Иштвана получается, что ученые заменяют, скажем так, то есть он становится новым Ватиканом, то есть ученые как раз становятся новыми жрецами. То, что у него написано, это как раз в какой-то степени Ватикан только в научном... Ну, не Ватикан, а в насилии церкви только уже в других обличиях. Отрицая религии, трансгуманисты в лице Иштвана на самом деле устанавливают новые религии, на мой взгляд. И вот опять же, я возвращаюсь к своему вопросу, может ли транссцентократия работать в открытом обществе? Или все-таки как раз вот для ученых необходимо больше, меньше свободы, да? То есть принцип, ведь политический субъект националке все-таки как бы подразумевает вопрос, могут ли ученые не просто бороться за власть, а стать доминирующей силой, да? Ведь с одной стороны, действительно, если мы, казалось бы, да, если мы доверимся умным, образованным людям, мы станем жить лучше. То есть мы можем по крайней мере продлить жизнь и так далее, но не приведет ли это к крайностям, ну, к антиутопическому проекту? Вот мне так кажется, что в принципе такие мотивы есть, и в какой-то степени вот этот вот мотив неизбежности, не то, что неизбежности, а вероятности, вот такой вот техноутопий уже заложен был в Новый Атлантиде Бэконом, хотя подспудно. Как бы автор явно того не желал. Но я на этом закончу. Спасибо большое, Светлана. Я позволю себе релик вот до всяких вопросов. Знаете, в середине прошлого века у нас в Советском Союзе, да и во всем мире была популярная, известная брошюра Жан-Поль Сартра «Экзистенциализм это гуманизм». По-моему, это была первая работа Сарта, переведенная на русский язык. Я думаю, что настало время Светлане написать книгу «Трансгуманизм это антигуманизм», и она станет популярной во всем мире, потому что, на мой взгляд, простите, трансгуманизм это очень пошлая теория. тут Светлана говорила о связи с Беконом, можно было еще привести ряд примеров, об утопичности этой философии и так далее, и так далее. Я бы сказал о ее глубокой пошлости. Она страшно унижает человека. Она низводит человека до уровня, ну, скажем, его физиологии и… Для роботов, да? Даже не для роботов. Роботы все-таки это воплощение некоторой технической мысли. А человек в представлениях трансгуманистов это некоторая природная система, у которой нет большей заботы, чем собственное самосохранение. Вот это, ну, что-то вроде вируса этого ковида-19. У него тоже, в общем-то, нет никаких забот, кроме как заботы о самосохранении. Вот человек становится таким воплощенным вирусом. Трансгуманизм действительно, Светлана, я согласен с вами, он получил колоссальное распространение, даже если люди не осознают это. Только послушать современных публицистов, очень модных, или послушать наших студентов, еще не очень умных, но уже очень амбициозных. Вот, они стоят именно на этой точке зрения. Личное бессмертие за счет кибердизации, отбрасывания в мусорную свалку истории и культуры всех вещей, которые не полезны самосохранению, а наоборот, повергают человека в пучину сомнений, переживаний, иногда бесплодных, иногда очень напряженных, мешающих прогрессивному развитию личности и обществу в целом и так далее, и так далее. Вытеснение саентизмом всех сфер человеческого действия, ну, оставится только, может быть, секс, может быть, еще, если у киборгов может быть секс, я точно в этом не уверен, но если он возможен, то можно его оставить, а так все остальное нужно убрать, потому что все это мешает и отвлекает, и более того, это вредит человеческому самосохранению. Вот, напишите, Светлана, вот такой вот памфлет, я думаю, что он получит всемирное распространение, но все-таки кто-то должен наконец сказать, что это не философия, это пошлая карикатура на философии, и это оскорбление науки, в общем-то, потому что наука, ну, в ее глубинном содержании, это не то, что видят в ней сиентисты, наука, это совсем другое, надо защитить честь науки перед памфлетами, такими вот злобными карикатурами, которые распространяют вот эти трансгуманисты, ну, и потом они слишком быстро оплодятся, ну, ей-богу, вот я знаю, что количество трансгуманистических организаций и публикаций, оно растет чуть ли не в геометрической прогрессии, ну, в той или иной степени, иногда это больше, иногда это меньше, но тем не менее, а защитить, как-то вот, защититься от них просто оказывается некому, некоторые люди считают ниже своего достоинства вступать в полемику с пошлятиной, а некоторые, наоборот, они прямо-таки идут навстречу и говорят, что вот все, что, чем занималась наука и философия на протяжении тысячи лет, все это было путь заблуждений и ошибок, и надо, наконец, вот, стать на правильный путь, на истину. Что касается молодого поколения, то оно просто, по-моему, ужасной опасности. Я бы сказал так, фашистская идеология это только прелюдия трансгуманистической идеологии, хотя между ними есть нечто общее. Вот все вредное отсечь, оставить только здоровое, размножающееся, хорошо, и подчиненное некоторой общей для всего человечества задачи. Это и есть фашизм. А трансгуманисты именно к этому и призывают. Спасибо. Если есть вопросы, еще какие-то реплики, пожалуйста. Нету. Ну, хорошо, тогда перейдем к следующему. Спасибо, Светлана. Перейдем, у нас еще осталась Светлана и Евгений Жарков. Простите, Лиана, я запутал своих двух женщин, даже не в трех. Лиана, пожалуйста, я предоставляю тебе слово. Спасибо. А можно мне тоже экран, да? А, я могу это сделать. Да, когда мы сегодня в ходе дискуссии пытались определиться с дефинициями политического в вот этой конструкции, ой, извините, политической субъектности науки, то мы вот упоминали дефиницию Шмидта, о том, что политическая начинается с идентификации друга и врага и определяется правом на уничтожение врага, да? Вот, но я бы хотела оттолкнуться от дефиниции, которую предложил Лео Штраус, ну, собственно, не он предложил, а он развил аристотелевскую идею, да, в 20 веке и говорил о том, что всякое политическое действие несет в себе стремление к знанию блага, в роли которого выступает хорошая жизнь или хорошее общество, ибо хорошее общество представляет собой завершенное политическое благо. Ну, собственно, политика в этом смысле оказывается ареной борьбы за идентификацию того, что есть хорошее общество и хорошее благо, хорошая жизнь, да? Это, соответственно, это арена, где разворачиваются дискуссии по поводу того, что же есть это желаемое благо. И, на мой взгляд, если мы обратимся к этой дефиниции политического действия, то наука здесь обретает политическую субъектность, потому что в сегодняшнем мире наука действительно формирует образы хорошего общества и предлагает способы их реализации. Я, конечно, беру в кавычки эту идею хорошего общества, но когда мы говорим о борьбе за зеленое будущее и борьбе с климатическими изменениями, это повестка, которая формируется учеными, потому что именно ученые идентифицируют эту проблему и делают ее предметом политической озабоченности. Если бы не было науки, климатологии, то не было и политической повестки изменения климата. Когда мы говорим о тех же самых пресловутых, заклейменных нами сегодня о гендерных исследованиях, то проблематизация гендерной идентификации это тоже заслуга социальных ученых. Это не возникает спонтанно в обществе, это формируется интеллектуальными и научными элитами в первую очередь. И в этом смысле, если мы не сводим политическую субъектность к борьбе за власть, то мы, наверное, должны рассматривать борьбу за власть исключительно как средство, а цель реализации политической субъектности это достижение власти во имя реализации вот этой цели, реализации образа хорошего будущего, которое сконструировано наукой и учеными. И в эпоху технократизма, технократической рациональности политические дефиниции хорошего общества, то есть те образы, которые создают политические партии, политические лидеры, которые непосредственно борются за власть, они должны так или иначе соотноситься с научными проектами. И мы видим это, что политические дискуссии, которые мы наблюдаем в западном обществе, они как раз разворачиваются именно в русле отнесенности этих политиков, соотнесенности их политического дискурса с научным дискурсом. Скажем, правые популисты, радикалы, как правило, отрицают климатические изменения, отрицают какие-либо то же самое гендерное равенство и так далее, то есть их дискурс выстраивается по линии отрицания научного консенсуса, в то время как условные либералы становятся такие, они стремятся не дискутировать с учеными, не выражать открыто антинаучные убеждения, и как раз таки их политическая легитимность во многом основывается на том, что их идеи так или иначе соотносятся с этими целями и задачами, которые перед обществом формирует наука. И любопытно, что идеологическая принадлежность маркируется степенью доверия науке. И вот это любопытный момент, который дискуссионный, спорный, наверное, но тем не менее. Консерваторы и либералы превращаются в оппозицию консерваторов и либералов превращаются в оппозицию ретроградов и прогрессистов, а дальше в оппозицию дениалистов и науковеров. Дениалисты это те, кто отрицают научный консенсус в ненормативных рамках научной дискуссии, то есть те, кто открыто высказывают антинаучный взгляд. Ну и в итоге в ходе этой линии консерваторы становятся генеалистами, а либералы такими наукаверны. И соответственно эта позиция, такое понимание политической субъектности науки, оно не новое, оно в целом соотносится с идеей Мертона. Мертон, как мы помним, написал о том, что наука всегда, институт науки мог претендовать лишь на скромную независимую гарантию социальной поддержки на турфилософом и три века тому назад точно так же приходилось оправдывать науку как средство достижения культурно узаконенных целей экономической полезности и прославления Бога. Занятия наук не были в то время самоочевидной ценностью. Да, как мы видим, они не были никогда самоочевидной ценностью, науке всегда приходилось соотноситься с теми или иными общественными задачами. И вот если мы сегодня говорим о том, что сегодня являются культурно узаконенными целями, которые науку легитимизируют, то здесь как минимум три идеи мне на ум приходят. Это идея экономической полезности, она была всегда идея технологического прогресса в соотнесенности с требованием устойчивого развития. То есть мы хотим технологический прогресс ни во что бы то ни стало, а в той мере, насколько это не вредит окружающему миру, природе, насколько это способствует принципам sustainable development. И соответственно третий это социальные науки. Здесь одним из таких императивов становится защита интересов угнетенных групп и борьба за справедливое общество. То есть социальные науки, которые предполагают, этот императив обоснован тем, что в социальных науках конструирование социальных объектов не является идеологически нейтральным и всегда приобретает определенные политические импликации. То, как мы определяем общество, то, как мы определяем социальные отношения, гендерные отношения и иные социальные объекты непосредственно влияют на то, как эти объекты чувствуют себя в реальности, что с ними можно делать и чего с ними нельзя делать. То есть здесь конструирование объектов в социальных науках неминуемо сопряжено с определенным фреймированием этих объектов политической реальности тоже. И борьба за доверие науке в этой связи, в эту эпоху технократизма становится тоже политической борьбой. И здесь ключевым становится вопрос, что делать с теми, кто мешает строить нам хорошее будущее, то есть что делать с теми, кто не доверяет науке. И вот мы в эпоху пандемии все наблюдаем за этими дискуссиями. И позиции в этой борьбе как раз таки определяются отношением к дениалистам, тем, кто отрицает научный консенсус в ненормативных рамках научной дискуссии, тем, кто оппонирует науке, ученым в их праве предопределять образ хорошего будущего. Сюда мы отнесем и антивакцинаторов, и битокович-диссидентов, креационистов, отрицателей глобальных изменений и всех прочих носителей таких одиозных, на наш взгляд, убеждений. Здесь любопытно, что, как всякая политическая борьба за этот кредит доверия науке, эта борьба разделяет людей, то есть защитников науки, на два лагеря, которые я условно назвала лагерем элитистов и лагерем элитаристов, потому что в политической борьбе особенно, так сказать, тогда, когда эта борьба ведется по какому-то особенно острому, значимому для всех вопросу, такие радикальные позиции, они и привлекают большее число сторонников, скажем так, и для элитистов условных дениализм это зло, для борьбы с которым все средства хороши, то есть это просто то, что должно быть уничтожено любыми путями, и здесь разные есть версии, первый этот механизм цензуры, и вот недавно в журнале Nature Human Biology была опубликована статья Кассы Санстайна и Ливандовски, это крупные американские психологи-экономтиристы, которые являются и политическими экспертами, то есть работали имеют политическое влияние непосредственно, они предлагают изменение дизайна социальных сетей, который предполагает то, что пользователю будет предоставляться только та информация, которая соответствует официальному научному консенсусу, то есть мы прервем эту цепочку распространения фейков, всяких антинаучных убеждений тем, что мы просто запретим технологически запретим эту информацию распространять. Соответственно, если эта информация не будет доноситься, то у нас станет меньше тех, кто отрицает научный консенсус, и проблема динеализма может быть преодолена до некоторых стих. Второе – дискредитация, и здесь эту позицию занимают многие философы науки современные, которые отрицают динеализм по критериям демаркации, то есть как псевдо и антинаучное движение, то есть стремление дискредитировать и заплачить это как антинаучную претензию. Но дело в том, что носители динеалистских убеждений не всегда дорожат этим принадлежностью, не всегда оспаривают научный статус, не всегда борются за научный статус своих убеждений. Очень часто они выступают в открытой оппозиции науки вообще, и их не интересует то, насколько они соответствуют научному дискурсу, насколько их не интересует соответствие критериям демаркации. И третье это недопуск механизм борьбы с динеализмом, это дискуссия о том, что мы вообще не должны давать право публичным высказываниям, право на публичное высказывание тем, кто отрицает научный консенсус. соответственно, вот такие механизмы политического ограничения доступа к аудитории должны применяться. Но в этой связи возникает, конечно же, проблема свободы внутри академии. То есть мы не допускаем людей к дискуссии, не даем им возможности высказаться, а как же право на свободное формирование убеждений внутри науки. Вот, это такие острые дискуссии в этой связи. Второй лагерь, это лагерь эгалитаристов, и здесь тоже идея радикальная. Позиция эгалитаристов, наверное, самым известным представителем эгалитаризма для нас является Степп Фуллер, она связана с радикальным релятивизмом и признанием множественности режимов истины, стезисом по справде. И для эгалитаристов всякое притязание на истинность, это политическое притязание. И, соответственно, когнитивный авторитет науки мы можем рассматривать тоже как политический феномен, а не исключительно эпистемический. И галитаристы акцентируют то, что дениализм это реакция на недоверие элитам политическим и интеллектуальным вследствие нехватки доступа к процессу принятия решений. То есть это не исключительно интеллектуальный феномен, не чистая оппозиция науки по принципу оспаривания истинности научных суждений, а это форма социального протеста. И вот те меры, которые предлагают элитисты, не позволят погасить этот процесс. По сути, мы не решим проблемы, этот протест найдет другой выход и может быть гораздо более радикально. галитаризм соответственно эгалитаризм легитимизирует интеллектуальную позицию официальным элитам и предполагает рассматривать гениализм как то явление, которое имеет право на существование. Но, конечно же, позиция радикального релятивизма в свете особенно современного контекста борьбы с пандемией, она кажется такой немного некоторым людям кажется аморальной в том смысле, что вот стоит ли антипрививочников условных оставить в покое, дать им возможность самим принимать решение и жить со своими этими убеждениями или же стоит проявить о них заботу, принудить их к признанию научного консенсуса и пойти таки привиться. Я хочу сказать, что на мой взгляд обе эти позиции конечно же уязвимы и проблема в определении политической субъектности науки и вот этой дискуссии за доверие к науке она видимо сейчас требует выхода на какой-то новый уровень, когда мы будем искать каких-то компромиссных решений, а не занимать вот эти крайние позиции, которые всегда оказываются уязвимы для критики. но на мой взгляд то, что наука в современном мире, если вновь вернуться к определению Штрауса, играет ключевую роль в определении образа хорошего, желанного будущего, делает неустранимым то, что научный авторитет, авторитет научного знания будет фактором, влияющим на политические решения, на политическую реальность как таковую. Соответственно, наука обретает политическую субъектность в том смысле, что именно она и определяет то будущее, которое ранее может быть определяли политические идеологии. Может быть, наука, это такой смелый тезис, в современном мире в рамках этой политической субъектности будет вытеснять идеологию. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Пожалуйста, коллеги. Вопросы, реплики уже не будем различать их. Спасибо, Лена. Я думаю, что все, что ты говорила, все разумно и все имеет ценность. Я бы, знаете, что добавил бы к тому, что Лена сказала. Вот что такое борьба за доверие науки. Ведь, понимаете, есть такая мысль о том, что эпоха просвещения давно закончилась, потерпев крах. А вместе с ней потерпело крах и общество модерна. Вот, когда, ну, скажем, дальнейшее движение общества, какой бы то ни было стороны, связано с прогрессом техники, знаний, которые устраняют постепенно все преграды к этому развитию. Ну, есть концепция, она довольно популярна, о том, что пришло время постмодерна, вот, необходимо избавиться от иллюзий эпохи просвещения и связанной с ней идеологии модерна. И все начинается заново. Этот путь привел в тупик. Ну, а Хархайм и Радорна в свое время сказали, что это путь в Освенцию. Вот этот путь, который прошла Европа, вдохновляемая идеалами просвещения. Как в этой ситуации бороться за доверие к науке? В ситуации, когда постправда становится едва ли не убеждением, что у каждого дурака есть своя правда. И, скажем, всякое мнение заслуживает места в жизни. И не нужно принуждать людей к изменению своих умений. Вот что делать в этой ситуации? Как науке вернуть доверие? Это очень сложный вопрос. Это действительно вопрос, имеющий кардинальное значение. Выяснилось вдруг внезапно как-то, неожиданно, что науке нужно все время оправдывать свое существование. И она больше не может сослаться ни на результаты техники, ни на прогресс в нравах, ни на осуществимые проекты устройства общества и так далее. Все это ведет в тупики, в которых побывало уже неоднократно человечество. И что теперь наука может сказать в свое оправдание? По-прежнему ссылаться на то, что есть одна единственная истина, и она к ней стремится, и другого пути просто нет, а все остальные пути – это ложные, вредные пути, их надо отвергнуть, подавлять каким-то образом даже при случае. Вот теперь это не пройдет. Все надо начинать сначала. Вот я не знаю, вы слышали когда-нибудь курсы по теории аргументации. Современная теория аргументации она возвращается к временам Протагора, Гиппи и других софистов. Вот. Ну, задача аргументации не в том, чтобы привести человека к истинному мнению, а в том, чтобы убедить его совершать те или иные действия или не противодействовать каким-то действиям. Вот и все. А как это сделать, это вопрос уже отдельный совершенно. О, вот видите, мой кот заинтересовал в нашей дискуссии. Иди отсюда, ты не мешаешь. Иди, негодяй. Вот. Ну, если действительно сказать, что эпоха просвещения закончилась, какая эпоха за ней последует? Эпоха постправды? Эпоха вседозволенности мнений? Эпоха равноправия дурака и умного, знающего и профана, ученого и халтурщика, а иногда просто обманщика? Что нас ожидают в будущем? И каким образом наука может теперь действительно доказывать свой авторитет? Один из таких способов – это изменение своего идейного багажа, идейного статуса. Она больше не может впираться на некоторые догмы о преимуществе научной рациональности над всеми иными сферами человеческого интеллекта и духовности. Не может. Не получается, просто потому, что ей никто не поверит. А что же делать в таком случае? Вот это вопрос, который, мне кажется, философы науки должны сейчас поставить центр внимания. Каковы дальнейшие обозримые и возможные перспективы развития духа просвещения и науки в новых совершенно исторических условиях. Спасибо, Леонид, она, по-моему, зацепила эту проблему, указав некоторые ложные фейковые пути, такие как запреты, репрессии, политическое давление и так далее. Все это, по-видимому, нужно оставить как ложные пути. Хорошо, давайте послушаем еще доклад Евгения Жаркова. Можно сделать маленькое замечание? Да, конечно, конечно, я просто, потому что никто не проявляет желания, поэтому, пожалуйста, Леонид. Вы еще не спросили, что я решил. Я извиняюсь. У меня в гости не будет. Спасибо, очень интересный доклад. Ну, вот на самом деле, ведь здесь очень многие вещи надо, мне кажется, воспринимать с некоторыми оговорками. Ведь вы знаете, что марсизм претендовал именно не как идеология, а как наука, которая предсказывает будущее. Вам повезло, а вот нам с Владимиром Анатановичем не очень. Мы слушали научный коммунизм и научный атеизм, которые таковым не оказались. Поэтому, мне кажется, борьба за доверие науки, конечно, должна иметь место, но эта борьба должна знать свои границы. Если обратиться не к идеологии, а, допустим, к медицине, там ведь было тоже масса варварских способов лечения. как-нибудь я вам расскажу, как я попал под один такой способ в детстве. Поэтому, ну, здесь, мне кажется, желательно делать какие-то ограбки. Я согласна. Можно я одну буквально фразу? Мне кажется, во всей нашей дискуссии не хватает критики той позиции, что ученые непогрешимы, потому что, когда мы говорим о доверии науке, о политической субъектности, мы заведомо предполагаем, что ученые это те, кому надо доверять, те, кто должен участвовать в процессе политических, формулировки политических каких-то проектов. Но вот критики науки, да, здесь не достает. Конечно, Леона, но ученые всегда возразят. Конечно, ученые знают о том, что наука погрешима. Это было еще известно Пирсу, особенно это подчеркивал Карл Поппер в 20 веке. Конечно, все ученые погрешимы, но отличие науки от других сфер человеческой деятельности в том, что она учится на своих ошибках, то есть она преодолевает свои ошибки с помощью критики. Так вот, понимаете, в чем дело? Современная критика науки, она основывается не на том, что наука непогрешима. Это все знают, что она погрешима. Она основывается на том, что ученые пытаются выдать свои ошибки за средства достижения либо экономической, либо политической привилегии. Вот в чем она потеряла. Она дискредитировала себя тем, что изменила своим собственным принципам. Так в свое время был дискредитирован социализм. Как говорил когда-то Петр Яковлевич Адаев, социализм потерпит поражение не потому, что он неправ, а потому, что неправы его противники. Вот смотрите, как вернуть науке ее авторитет? Это означает, по сути дела, высвободить науку из-под гнета экономической зависимости. Вот и все. Если бы ученые были экономически независимы, и это было бы признано обществом как норма, тогда бы им не пришлось притворяться и не пришлось бы бороться за доминирующее положение в своей области и в обществе в целом. Тогда поиск истины стал бы самоцелью. А самопожертвованное поведение ученых вызывало бы уважение и доверие общества. Но так как этого нет и, скорее всего, никогда не будет, и это даже может быть просто и невозможно, поэтому борьба за авторитет, она неизбежно приобретает вот такой характер политической интриги. Кому прилепиться с тем, чтобы тебя по-прежнему доверяли, и ты мог оправдать свое собственное существование. как говорил один рабочий, с которым я имел счастье работать в совхозе в период, когда все философы боролись вместе с советским народом за выполнение продовольственной программы, он говорил, если бы я не работал, я бы тоже книжки писал, а вы притворяетесь, что вы работаете, пиша книжки, а это не работа, поэтому мы вам доверять не можем, потому что вы бездельники, и все, что вы говорите, это вы говорите только сами для себя. Вот и все. Он говорил менее витиевато, он попросту говорил, употребляя определенные выражения, но я их не буду повторять, а смысл был именно тот. Так вот, именно это и есть выражение коренного, глубинного недоверия к науке. Наука занимается тем, что стремится к упрочению своего общественного социального и экономического статуса. Вот на это все и направлено. Все эти премии, все эти патенты, все эти участия в распределении акций и так далее, и так далее. Ну, что говорит далеко, возьмите судьбу нашего Сколкова. В свое время этот проект возносился до небес, туда было впилено немеряное число миллиардов, и посмотрите, что из этого всего вышло. вот спустя какой-то десяток лет. И вот после этого вы хотите доверия к науке? Вы хотите, чтобы антиваксеры признали неоспоримую ценность научных рекомендаций? Это очень сложно. Ладно, спасибо, Ильяна, еще извините, я задержал немножко. Пожалуйста, Жарков Евгений. Меня слышно? на этом слайде представлено общее название, которое было в тезисах сформулировано еще в конце весны. Более рабочее название вот такое. эволюция представления. и я попытаюсь какие-то аспекты политические деятельности рассказать. Значит, мой доклад будет носить наверное историко-научный характер более. У Конуса Куна в его знаменитой книге есть такая фраза в самом начале. Вот сейчас есть в современном дискурсе такое выражение часто встречающее зона комфорта. Мне представилось, что вот это можно так вот понять. Он говорил о том, что как он из науки перешел к истории науки и философии науки как профессиональной деятельности. На то, что происходит с наукой так бы самой по себе, когда она начинает взаимодействовать тесно с технологиями и более конкретно с более конкретными проблемами, которые мы видим вокруг. Об этом Рома Равиц и Сергей Фунтович говорят, когда описывают постнормальные науки на этой схеме, которая известна. И вот можно сказать, что это уже выход нормальной науки из зоны комфорта, но как они описывают. И вот на этой схеме, в их статье там есть несколько схем более узких, там есть такие моменты, я их обозначил тонкими моментами, они в самом центре этой схемы и они касаются понятия чистой науки. То есть вот они используют, например, такие выражения pure science, core science, basic research, фундаментальная наука, как очень близкие по смыслу, соответственно, все, что далее, предкладная и в конце нормальная, это как бы ее расширение. Вот, и я вот бы хотел об этом сказать более подробно. В этом году мне удалось познакомиться с работами, был такой сборник в 18-м году пиздом, который называется «Фундаментальные предкладные исследования эволюции языка научной политики в 20-м столетии». От западных политиков и фамилии, имена обращаются к разным, осматривая аспекты языка научной политики, проблематик эволюции, миграции концептов между временами, культурами и социальными контекстами. Книга построена так, что там есть такие общие кейсы с такими объемными описаниями, например, ситуации в Байкане, Германии, Европе, отдельные кейсы в разных странах, уже более узкие, я вот застаю внимание на неких общих кейсах. Ну, естественно, о какой-то подробности говорить. Большая история. один из выводов, которые они в начале выведения говорят, то, что вот проблематик научной политики и соответствующего языка терминов возникает задуманно до того, как обычно принято считать, вот, это обычное принятие они относят к ситуации после Второй мировой войны. Значит, теперь немного о фрагментах антональных контекстов. Я вот затрону Британию, немножко США и Германию. Ну, естественно, 19 век, когда, от которого отсчитывается такая институализация науки, вот, они начинают тоже с этого. Есть более-менее классические разделения, восходящие в Британии там вот Самойл Коргидж, у которого была эта хиллопедия, и он там в танковском смысле разделал, что есть знания pure and true, соответственно, это такое ведительное знание и эмпирическое знание. Авторы вот Фоберт Батт, это науки, он подытоживая свою часть этой монографии, говорит о том, что в 19 веке очень много было сосредоточено в Англии вот на таком общественном понимании, что понятия pure and applied, они были очень удобны для взаимодействия с обществом, для средств массовой информации. Соответственно, в конце 20 века, когда роль науки начинает все более усиливаться, например, вот был такой доклад, наука и нация назывался, в котором возникла вот такая проблема, проблема понятия pure and science, и нужно рассматривать это как что-то отдельное, чистое, или как фундамент для того, что является прикладным. Вот, и было, вступалось такое понятие, как фундамент воруссёч, как пограничное между pure и applied. и в первую половину 19 века там у них было принято abstract practical, такое классическое разделение, как в Англии. Есть всякие интересные маленькие сюжеты, например, существовало такое сообщество ученых с итальянским названием Малксарони, которое целает это в Неаполе, какая-то, ну, переводится что-то нищие, что-то такое, это вот сообщество, оно было, люди, не входили, часть из них были участниками организации, вот, Национальной Академии Наук, американской, еще есть организация содействия науки. Интересное есть выделение метафорического соответствия к образу чистой науки к образу труда и служения. Генри Роланд был язык чистой науки, там он обращается к метафоре Земли обитованной, которая описывает путь науки. Начало XX века характерно, вот, я назвал это парандокс обмивалентности чистой науки. С одной стороны, это чистая наука как независимость от всего внешнего, а с другой стороны, опять же, обязательное ядро практического и технического знания. Вот, также, вот эти концепции, новые, fundamental, basic research, они начинают играть роль. Более конкретно, вот, они пишут, понятия fundamental и basic research, они возникли в хозяйственной науке, используясь для обоснования необходимости научного подхода, для решения задач, проблем физиологии растений, для практических целей, когда уже вот, и ботаники, она не справлялась с такими задачами. Важной ситуации после Второй мировой войны в научной политике известен такой доклад, был такой администратор, инженер, Мини Варбуш, его звали, у меня был доклад Science Endless Фонтер, наука, конечный фронтизм, и понятие Бейти-Присёч, оно много что поделяет, и при этом опять же возникает противовечивость, с одной стороны, это исследование, не умеющее строго и быстро практическое исследование, с другой стороны, там же подчеркивается важность исследования по оборонной тематике. Далее, уже вот в 1909 году был такой симпозиум по Бейти-Присёчу, вот открывает ситуацию с тематическим плавлением, которое там возникло, потому что опять люди разных институций по-разному понимали, что такое Бейти-Присёч. Например, вот в сфере образования снова струализировался спор о чистом прикладном, и были такие мнения, что нельзя идеального учёного готовить так, чтобы он работал в военных контрактах. Важно отметить, что вот этот американский образ Бейти-Присёч в послевоенные годы в период Холодной войны приобрёл яркие политические коннотации, олицетворяя стратегию мягкой силы демократии и свободы. Так, и последний пейс, это Германия. Вот они говорят об известной достаточно, наверное, вещи, что вот в 19 веке вообще науки в Германии стал своего рода моделью для других стран. И одна из причин успеха, то, что опять же учёные-естественники реализовали такой философский идеал pure science. Я пропущу какие-то подобные. Здесь вот обратимся к политическим коннотациям, как у нас уже сегодня в дискуссии было, вот эти знаменитые демократические выборы в Германии повели к определённым последствиям, и в 30-е годы в результате определённой политики образ науки 19 века был подвергся агрессивным критикам, разный и антинародный. Значит, там у них был создан такой организация, центральный орган научной политики, которая использовала понятия более специальные, нужные для того, чтобы выполнился трёхлетний план, такой был план для достижения экономических, для автаргии, я помню, независимых Германии после Второй мировой войны. Ну, естественно, эта история кончила, но вот после Второй мировой войны опять концепт вот этого basic research в такой двойственной ситуации произошёл возврат к классической модели pure science к идее университета как исконного места науки истины. Это возрождение играло важную пультическую роль, связанную с освобождением от нацифи. Вот эта идея basic research просматривалась, продвигалась как также элемент демократизации и восторганизации, как это и будет высокой морали и свободы. Так, вот в настоящее время мы все знаем, есть такое понятие, например, челлендж или вызов, есть во многих дискурсах на разных уровнях, есть что-то такое понятие как фронтир, и вот современная научная политика, она очень много содержит таких понятий, вот на этой схеме изображено естественно приблизительно как эволюционировали понятия, условно в 19 веке была чистая наука в милинтарной области, такая практическая прикладная, прикладной, то в 20 веке возникают новые понятия, которые подъявляются по-разному, зависимо от университетов или каких-то лабораторий промышленных компаний, то уже в конце 20 века и в 21 на Лене появляются вот такие понятия как фронтир и челлендж, то есть это фронтир, ресерч, соответственно как новое фундаментальное и челлендж как новое прикладное. Авторы, которые непосредственно занимались в этой книге и этими понятиями говорят о том, что вот в 90-е годы такой своеобразный социальный контракт, который говорит о том, что у ученых есть автономия, но в результате этого общества убедено, что наука через инновации способствует его благосостоянию, оно стало утрачивать свое значение, стало утрачивать значение вот эта линейная модель инновации. Она вообще восходит, в Лосоцке она восходит к Эконом, то есть лозунг «Сила» он описывает когда начальные идеи до технического воплощения полезного для общества. Вот в начале 21 века появляются такие программы Еврокомиссии программы «Фронтир Ресердж» «Европейский вызов». То есть на смену «Бэйс» «Ресердж» приходит «Фронтир», и «Челлендж» это некая замена прикладного. Соответственно есть все-таки понятия «Тайдл Челлендж», «Грэм Челлендж». Нужно сказать, что понятие «Фронтира» это американское происхождение, вот есть такой известный миф о «Фронтире», как американцы таком понимателе, которое бывает новое, отодвигает границы. Фермин «Челлендж» происходит в среднем английского языка, там он носил обвинительные коннотации, то есть там нужно вспомнить дуэли, выйти на дуэли, это опять вызов. С 19 века «Челлендж» стал использоваться в своих спортных испытаний, а в 80-90-е годы было распространение «Челлендж» в научно-технологическом дискурсе, особенно в сферах искусственного интеллекта и робототехники, в IT, разнообразные там конкурсы по созданию роботов, далее всякие американские агентства разработанной обороны, «Дар поискоделств» вот важно отметить, что вот этот он приносит в первом науке технологий такую свою разную логику спорта, то есть это не только победа, но и участие. Вот мне представляют, что здесь есть такой важный момент, связанный с политикой и демократией, потому что когда здесь не только победа, а участие, это означает некое соучастие, то есть причастность актора к решению важных проблем человечества, но при этом он собственно состоит, то есть это именно некий ритуал его участия и действительно он что-то там делает такое, что его приводит, остается на самом деле непонятно. вот некое завершение в том, что вот эти понятия, вот понятие фронтира, оно, если его понимать более широко, ведь такая это понятие, указывающее на край или границу, понятие вызова, это понятие литератически окрашенное и практически окрашенное, что это вызов кому-то для чего-то, при этом сам тот, кому этот вызов, если наука должна как-то разобраться в том, в чем состоит ее другая субъектность, не только научная, например, политическая, то это для нее вызов. Ну, я, пожалуй, закончу. Хорошо, спасибо, Евгений. Коллеги, есть вопросы на уточнение, на понимание? У меня есть одно замечание, как бы, расширяющее несколько временные рамки. Дело в том, что ровно 75 лет назад Ванивар Буш опубликовал свою знаменитую статью «Наука бесконечных францив», с которой, собственно, и началось победное шествие, безусловно, победное шествие американской науки в наше время. Ну, да, я говорил об этом докладе. Понятие францивы Я могу ить прослов. Спасибо, коллеги. Вы знаете, я недавно читал роман «Бекбедер», очень известный французский писатель, критик современной культуры, левак, очень острованный человек, надо сказать. Он однажды в одном из своих романов сказал, быть писателем очень легко. Для этого нужно на вопрос «Какова твоя профессия?» ответить «Я писатель». Этого достаточно. Ну, вы понимаете иронию этого выражения. Вот, скажем, назвать что-то фронтиром, это и значит стать этим фронтиром. Много усилий не нужно, достаточно только иметь какую-то поддержку финансовую, социальную и моральную, ну и доступ к средствам массовой информации. И будет тебе фронтир в полном своем объеме и значении. А вот чтобы действительно стать фронтиром, вот, тем более для фундаментальной науки это особенно важно, потому что для прикладной науки, которая тесно связана с технологией, там проблема все-таки упирается в подтверждение. Ну, скажем, если японские машины ходят быстрее и лучше и надежнее, чем, скажем, российские, то тут не надо ничего доказывать, и так все ясно. А вот что касается фундаментальной науки, является она фронтиром или нет, тут требуются какие-то очень серьезные усилия, в том числе, кстати, и политического характера, потому что, ну, мы уже убедились с вами, что науку от политики никак отделить нельзя, и взаимное влияние абсолютно бесспорно, и весь вопрос только в ограничении целей, которым стремится наука. Хорошо, спасибо, коллеги. Я, знаете, предложу сегодня закончить нашу дискуссию. Ну, во-первых, мы честно проработали почти два с половиной часа, во-вторых, мы что-то сказали друг другу и стали богаче за это время, по крайней мере, определились некоторые направления, в которых стоит идти в дальнейших исследованиях. например, Светлане я рекомендую написать брошюру контр-трансгуманизма. Вот, ну, наверное, какие-то практические рекомендации можно было дать каждому из нас. Вот, ну, и вся работа впереди наша. Мы здесь как раз вот участники одного фундаментального проекта, который финансировался Российским научным фондом. И мы пока только в самом начале пути к осуществлению этого проекта. И, в общем, пока только выясняются перспективы и горизонты. Давайте идти по пути, который мы обозначили в наших выступлениях, в наших исследованиях. Будем в дальнейшем критиковать друг друга, будем сверяться друг с другом, будем читать публикации друг друга. Вот, и я не надеюсь, что в конце концов какому-нибудь значимому для нас и для читающей публики результату мы примем. Давайте пожелаем друг другу не заболеть ковидом и не заболеть болезнью, как это называется, простите, я забыл, когда человек воображает себя вот таким источником мудрости, источником света, и сам себе освещает дорогу в темноте незнания. Не знаю, как это назвать. В общем, такая вот мания, мания величия. Вот давайте не заболеем этой болезнью и будем критичны и ироничны по отношению к себе прежде всего и по отношению к другим тоже. Я желаю всем успеха и приглашаю всех на свою лекцию, о которой я еще не успел толком и подумать, а она через 30 минут уже должна состояться. Я надеюсь на ваше сочувственное внимание. Спасибо.